Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» с главными событиями. Понедельник и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. За сотрудничеством «Заполярный круг» Чувашская делегация побывала в Мурманске. В лагерь летом, за путевками весной. Через две недели стартует летняя оздоровительная кампания. Гонка под весеннюю копель. В Лапсарах прошли одни из последних всероссийских лыжных стартов этого сезона. Исполнение республиканского бюджета, работа промышленного комплекса и долги по зарплате. Эти и другие вопросы поднимались сегодня на еженедельном совещании у главы республики. Работа промышленного комплекса и исполнение республиканского бюджета стали главными темами сегодняшнего обсуждения. За два месяца текущего года в республике наметился рост индекса промышленного производства. Мы отгрузили почти на 25 миллиардов рублей и 7,6%. Вместе с этим также растет и производительство труда. 12 промышленных предприятий участвуют в комплексах по импортным замещениям. И это в семи федеральных планов по импортным замещениям. В связи с этим они, безусловно, осваивают новую продукцию, новые проекты реализуют. Все проекты, они предусматривают собой создание рабочих мест. То есть порядка 2000 рабочих мест мы должны в текущем году еще и создать. Вице-премьер правительства, министр финансов республики, в свою очередь отметила, что республиканский бюджет по доходам на текущий момент исполнен в объеме 5,5 миллиардов рублей, что составляет 126% к аналогичному периоду прошлого года. По собственным доходам рост составил более 36%. Бюджет на 1 марта исполнен с профицитом при плановом дефиците 1,992 миллиона рублей. Рост связан с поступлением задолженности концерна тракторной заводы, которая по НДФЛ составляет 363,5 миллиона рублей. О задолженности другого рода. На прошлой неделе в Министерстве труда России состоялось межведомственное заседание. Речь шла и о ситуации в Чуваш-автотрансе. Федеральный министр дал два поручения. И они вполне конкретны. Первое – это до 1 апреля совместно с профсоюзом, с руководством предприятия, ну и отраслевым министерством провести встречу с работниками и подписать соглашение с предварительными сроками погашения заработной платы. И второе – до июня месяца задолженность по зарплате, которая скопилась за предыдущий период, должна быть закрыта. Иван Моторин отметил, что основной причиной кризиса на предприятии стало неэффективное использование подвижного состава. При наличии 430 автобусов только половина из них выходит на рейс. Руководство предприятия должно принять решение в отношении неэффективных транспортных единиц, на которые также платится транспортный налог, отметил председатель кабинета министров Чувашии. Дарина Игнатьева, Надежда Якулева, Олег Якимов, Республика. Границы партнерства расширены. Теперь они вышли за пределы полярного круга. Делегация Чувашии побывала с рабочим визитом в Мурманской области. В его рамках глава региона Михаил Игнатьев подписал соглашение о сотрудничестве и встретился с моряками, уроженцами республики. На самой крайней точке страны побывал и мой коллега Дмитрий Ковалев. Официальный визит Чувашской делегации в Мурманск начался с рабочих встреч на высшем уровне. Первый заместитель губернатора области Алексей Тюкавин отметил, что у регионов сложились давние связи. Сейчас здесь проживает порядка 4000 уроженцев республики. Более 20 лет назад в Мурманске сформировалась Чувашская культурная автономия. Власти обоих субъектов заинтересованы в расширении сотрудничества. Только в прошлом году товарооборот составил 60 миллионов рублей, и он будет увеличиваться. Поздравляю, будем работать. Обязательно. Спасибо. Для Чувашской республики это 43-е по счету соглашение о партнерстве с регионами страны. В этом документе прописаны конкретные задачи и планы. Сейчас в Мурманске особенно нуждаются в современной электротехнике. В области продолжается модернизация тепловых сетей. Разработки чебоксарских заводов необходимы для строительства инновационных энергообъектов. Сегодня на 80% это мазут привозной, это все очень дорого. И мы сейчас активно работаем с инвесторами, с тем, чтобы через традиционные соглашения модернизировать наше хозяйство. Наша вообще голубая мечта, поскольку у нас избыток электроэнергии, то постепенно там, где возможно, переводить все на электрическое тепло. Бизнесменов республики пригласили посетить международную деловую неделю. Она состоится в Мурманске в ноябре этого года. Но делегация области в Чебоксары может приехать уже летом на ежегодный фестиваль «Родники России». С гастролями в самую крайнюю точку страны намерены отправиться и артисты Чувашского театра оперы и балета. Культурные связи регионов будут расширяться. Мы, когда развиваем наши межрегиональные связи, мы становимся еще сильнее. И Россия становится еще сильнее. Это самые главные, ключевые вещи, когда органы власти понимают друг друга, ездят друг к другу и создают для всех самые лучшие благоприятные условия. После деловых переговоров Чувашская делегация отправилась в город Полярный. Полярный кажется, что обычный город, но попасть сюда можно только по пропускам. Закрытый режим в муниципалитете действует не случайно. Именно здесь базируется Кольская флотилия. Чувашская делегация приехала в Мурманскую область накануне Дня подводника. Этот праздник за Полярным кругом отмечают и уроженцы республики. Более 100 юношей из Чувашии сейчас служат на авианосце «Адмирал Кузнецов». В состав Северного флота входит и базовый тральчик «Ядрин». Он назван в честь города республики. Администрация муниципалитета на протяжении 16 лет шефствует над кораблем. Большое спасибо товарищам, вашим землякам республики, которые в Мурманской области проживают у нас. Мы с ними много достаточно контактируем. Они нам помощь оказывают, дают им интересные концерты, советы иногда, когда нам требуется. На «Ядрине» служат по контракту и уроженцы республики. Сергей Тимофеев – главный корабельный старшина. Для него служба на базовом тральчике – почетная миссия, ведь он родился в городе «Ядрин». Призвался на срочную службу и, прослужив два года, понял, что это мое, что это мне нравится. Заключил контракт, служу здесь 12 лет. Город, служу на корабле, который называется в честь моего города. По контракту в составе тральчика «Ядрин» служит и уроженец Батревского района Александр Колосов. Служил третий год. Самый младший, старший товарищ, земляки помогают. Сергей в первую очередь помог мне там, освоится. Также служба идет хорошо. Выполняем различные задачи, важные. Только в прошлом году на Северный флот из Чувашии было призвано более 70 юношей. Командиры Кольской флотилии говорят, что уроженцы республики служат достойно. На их премьерах намерены воспитывать и кадетов. В Полярдом они будут проходить стажировку. Глава региона договорился о реализации совместных программ по патриотическому воспитанию молодежи. Дмитрий Ковалев и Расиль Мухаммедов. Республика из Мурманской области. Сдать в срок в Чебоксарах полным ходом идет строительство трех детских садов. В микрорайонах Ольгешево, Новый город и Радужный. Все работы идут согласно графику. Сроки сдачи объектов в май этого года. В ближайшее время строящиеся здания должны пройти государственную экспертизу. Первые два объекта в июне, я думаю, что можно будет открывать, потому что у них более высокая степень готовности. По детскому саду «Роза Капсимбург» в связи с тем, что финансирование 2016 года было недостаточно. То есть есть определенная задержка в строительстве данного объекта. Но в целом в июне планируем завершить общестроительные работы. Детей принимать начнут в июле-августе. Благодаря этому места в детских садах смогут получить еще 500 человек. Лучшие практики коллег необходимо перенимать. Депутаты Чебоксарского городского собрания на днях побывали в Казани. Как живет один из крупнейших мегаполисов по Волжье? По какому принципу работают важные хозяйственные сферы? В первую очередь депутатов интересовали вопросы благоустройства и сортировки отходов. Бич любого современного города – огромное количество отходов, которым можно дать вторую жизнь. В Казани эту проблему решили просто. Стали создавать пункты приема вторичного сырья. Руководитель проекта «Чистая среда» Ян Наумов рассказал, что люди могут сдать на переработку картон, бумагу, различные полимерные изделия. Довольно-таки положительные такие результаты он дает как для управляющих компаний. Динамику мы видим, и районы видят тоже, что и дворы очищаются. Также сейчас планируем отдельным проектом развивать уже стекло, прием стекла. Всего в Казани создано 9 таких пунктов. К апрелю их количество предполагается довести до 25. Аналогов такого проекта в России нет. Вторсырье прессуется в самом пункте, что сокращает затраты на логистику. Все отходы отправляются на переработку. За прошлый год в пунктах было собрано более 700 тонн вторсырья. Депутаты всерьез заинтересовались этой практикой. Что касается собственных отходов, то в Казани действует своя мусороперегрузочная станция. В сутки она принимает и сортирует до 550-600 тонн твердых бытовых отходов. Участники делегации обсудили вопросы раздельного сбора отходов и формирования тарифов, цен за вывоз и утилизацию. У них объемы немножко другие, отличаются от наших, но в принципе технология одна и та же. Парк имени Урицкого в 2016 году стал лучшим объектом благоустройства в Казани. Здесь инициативу поддержало руководство предприятия, на котором работает большинство жителей этого микрорайона. После публичных слушаний, где горожане смогли высказать свои пожелания, был создан проект парка. В парке появилась прорезиненная дорожка для бега, удобные скамейки и шезлонги, детский городок, мосты через канал и озеро. И очень интересно то, что вот сейчас наши коллеги из Казани говорят, насколько казанцы активно участвуют в обсуждениях. И люди радуются тому, что их идеи, их предложения воплощаются. И администрация довольна тем, что они делают то, что именно население хочет. И еще один интересный опыт отметили чебоксарские депутаты. При входе в администрацию Кировского и Московского районов гостей, так теперь называют здесь приходящих людей, встречают не пост охраны, а зона гостеприимства. Негативно настроенные граждане приходят в администрацию, они приходят решить свой вопрос. Так встречают улыбчивые, приветливые сотрудники, которые обучены этому делу, во-первых, во-вторых, четко ориентированы на то, чтобы как можно быстрее решить проблемы, которые есть у посетителя. Здесь же терминал для оплаты услуг ЖКХ, записи к врачу или сотрудникам администрации, можно оплатить штрафы, госпошлины и разные налоги. То, что сегодня произвело впечатление, это, конечно, зона гостеприимства, которая устроена в администрации сразу на входе. Это некий ресепшн, где любой человек, обратившийся в администрацию, получает калистирный ответ, получает какие-то рекомендации по заполнению тех или иных документов, чтобы он ушел уже на прием подготовленный. В администрации Кировского и Московского районов Казани внедрена система «Безопасный город». В каждом дворе установлено по три камеры. Это позволяет следить за ситуацией. Такую практику сейчас начинают внедрять и в Чебоксарах. Много вопросов у нас было именно связано с проблемами жилищно-коммунального хозяйства. И вот именно эти проблемы мы обсуждали. Мы очень много увидели, как идет раздельный сбор мусора в городе Казань, потому что есть чему поучиться и нам. Чебоксарские депутаты также изучили опыт казанских коллег по организации наружной рекламы и созданию оригинального архитектурного облика столицы Татарстана. Татьяна Молкова, Андрей Спиридонов, Республика. О развитии в Республике интернета, о доступе к нему жителей малых населенных пунктов и применении в разных сферах говорили сегодня о в Доме правительства. Глава Чувашии поблагодарила директора макрорегионального филиала «Волга-Пау-Ростелеком» за успешную реализацию в Республике госпрограммы устранения цифрового неравенства. В 2016 году построено 66 точек широкополосного доступа. На этот год запланировано строительство еще 11 в Цивильском и 32 в Чебоксарском районе. Десятки тысяч людей получают широкополосный интернет, связь устойчивую, качественную. Из-за того, что мы получаем максимально конструктивное сотрудничество по земле, когда нам помогают органы местной власти, мы строим очень быстро. Это по согласительным процедурам? Это по согласительным процедурам, помощь в том, чтобы документы двигались быстрее. О создании региональной автоматической системы весогабаритного контроля, которая позволит контролировать грузовые перевозки по автомобильным дорогам, говорили уже расширенным составом. Присоединились руководители заинтересованных ведомств. Этот проект может принести в республиканскую казну до 500 миллионов рублей в виде штрафов за перевозку без специальных разрешений. Деньги пойдут в дорожный фонд. То, что вложено, окупается меньше, чем за год. И самое главное, что наблюдается естественный рост спроса на покупку разрешений. Министр транспорта отметил, в регионе уже прорабатываются три площадки для стационарных постов. Еще одно направление сотрудничества – сфера ЖКХ. Например, внедрение системы беспроводного получения данных со счетчиков в жилых домах. До начала летних каникул еще далеко, но родителям уже пора задуматься, как организовать отдых своего ребенка. Летняя оздоровительная кампания в Чебоксарах стартует через две недели и пройдет в два этапа. С 1 апреля заявки на путевки в оздоровительные лагеря смогут подать те родители, чьи дети оказались в трудной жизненной ситуации. Для этого нужно обратиться в социальный центр по месту жительства. А с 8 апреля кампания стартует для всех чебоксарских школьников. В загородное оздоровительное лагеря Чебоксар и Чуварской республики планируется направить 5 766 человек. Это более чем на 20 путевок в этом году больше, чем в прошлом. Для сравнения, в 2016 году было 5 745 путевок. В том числе в загородные лагеря республики 3 166 человек и в муниципальном лагеря 2600 человек. Каждая смена будет тематической. На выбор ребятам, изучение английского языка, основ журналистики. Особое внимание будет уделено военно-патриотическому воспитанию. Также откроют смены с дневным пребыванием. Запланировано открытие 65 смен лагеря с дневным пребыванием до 10 тысяч человек. Увеличение охвата детей дополнительно предполагается за счет открытия традиционных смен в школах. Открытие в 11 детских садах лагерей для первоклассников. Вовлечение физкультурно-здоровительных комплексов в отдых. Организация на базе центров детского и юношеского творчества смен. Также проведение военно-учебных сборов. Временная занятость несовершеннолетних. И реализация проектов в живые уроки промышленный туризм и лето в парке. При подаче заявления на путевку можно выбрать любую смену. Регистрация проходит в единой республиканской автоматизированной системе. Где указан перечень лагерей, количество свободных путевок и принятых заявок. Профессиональные писатели Чувашии подвели творческие итоги. Каким для них стал прошедший год, чем порадовали мастера своих читателей в нашем репортаже. Проза, поэзия, публицистика, детская литература – продукт сугубо индивидуальный. Но в целом это национальная литература, интерес к которой не угасает. Взрослые и дети по-прежнему знают своих земляков и читают их произведения. В прошлом году цеховое братство расширилось. В союз вступили новые люди. Есть и другие положительные тенденции. Требования читателя растут. Хорошие произведения должны быть в хорошем оформлении. Сегодня мы уже можем гордиться тем, что появилось много детских книг для читателей. А ведь если ребенок взял в руки книгу, он проживет, он до конца своей жизни пройдет с книгой в руке. Несомненно, приблизил читателей к современной чувашской литературе новый проект – портрет современного писателя Чуваши. Цель и задача проекта – рассказать нашим жителям, кто же пишет книги для детей и взрослых, чтобы они обратили внимание на наших писателей и поэтов, известных и начинающих. А для того, чтобы нарисовать портрет писателя, наверное, согласно, сначала нужно познакомиться с его произведениями. Больше ста участников конкурса от трех до семидесяти лет нарисовали портреты своих любимых авторов. Многие поэты, прозаики, публицисты узнали себя. 50 лучших работ были отмечены благодарственными письмами. Родион Архипов, Татьяна Филатова, Анастасия Алангина, Андрей Спиридонов. Республика. Под звуки севастопольского вальса. Вся страна отметила день воссоединения Крыма с Россией. В Чебоксарах на митинг-концерт вышли более пяти тысяч жителей республики. Да здравствует Крым! Да здравствует Севастополь! Да здравствует Чувашия! Да здравствует единая могучая Россия! Ура! 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 Под звуки севастопольского вальса. Вся страна отметила день воссоединения Крыма с Россией. В Чебоксарах на митинг-концерт вышли более пяти тысяч жителей республики. Радостное ура в этот день раздавалось не раз. На площади республики и Старый Млад. Все те, кто не смог усидеть дома в этот прохладный, но тем не менее праздничный день. В общероссийском народном фронте собрались такие люди, которые болеют за Россию. А Крым это теперь часть России. И мы настолько искренне верим, что Россия это будущее мира даже. И мы должны быть здесь. Так вот мы решили. Три года назад была исправлена историческая ошибка. Это очень знаменательный день для всех. Как и для молодого поколения, так и для более старших людей. Крым был всегда российским. И я считаю, что Крым, то что три года перешел в состав Российской Федерации, это правильно. Мы всегда были вместе с народами Крыма. Это наши люди. И правильно приняли решение, что вошли в состав Российской Федерации. Республика Крым – исконно русская земля. И не только, наверное, крымчане, но и вся Россия рада, что в свою очередь Крым был присоединен к Российской Федерации. Я думаю, что это позволит дальнейшему обмену не только в сфере образования, но и экономике Чувашской Республики, Российской Федерации. И позволит, наверное, интеграции тех всех народов, которые проживали в исконной территории Российской Федерации. За эти три года связи Чуваши и Крыма действительно стали крепче. Наша республика – одна из первых протянула руку в поддержке крымчанам. Между нашими регионами подписано соглашение о сотрудничестве. А многие жители республики стали предпочитать отдых в Крыму, нежели за границей. Со сцены чебоксарцев и гостей столицы поздравляли не только руководство городом, депутаты, а также легендарный биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. Митинг-концерт продолжался около часа. За это время на сцене выступили самые известные коллективы республики. Галина Титарчук, Игорь Зверев, Республика. В Лапсарах прошли 23-е всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Весенняя копель». В памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Чувашии Николая Михайлова. В соревнованиях приняли участие больше ста сильнейших спортсменов из Чувашии, Республики Мариэл, Нижнего Новгорода и Ульяновска. Старт соревнованиям дал Михаил Игнатьев, где как ни в спорте закаляется характер, развиваются лидерские качества, отметил глава Чувашии. Сам он регулярно выходит на лыжные прогулки с семьей. Гость республики, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, не понаслышке знает о цене побед. Он часто приезжает в Чувашию. На этот раз он привез свою новую книгу о жизни, о судьбе, о спорте. Книга поучительна чем? Особенно для подрастающего поколения, для родителей, которые хотят своих детей видеть в большом спорте. Здесь много советов, много откровений о хороших людях, о моих друзьях. Очень много фотографий. Не только спорт, но и многолетняя дружба связала двух именитых спортсменов – Тихонова и Михайлова. Благодаря их усилиям в 1994 году были проведены первые соревнования по лыжным гонкам «Весенняя копель». С тех пор соревнования стали традиционными. Из года в год растет не только число участников, но и их профессионализм. Постоянные тренировки и правильный настрой помогли лыжникам преодолеть дистанции в десятки километров. Женщины бежали 10, 25 и 30 километров, мужчины 15, 30 и 50. Обезьяны на джипе, персидские леопарды и пантеры, которые прыгают через горящее кольцо собаки, самых разных пород пони, жонглеры и обаятельный клоун-акула. Это лишь малая часть того, что можно увидеть на представлениях цирка «Золотой дракон». Об этом смотрите далее. Наши новости и программы на сайте ntrk21.ru. Я с вами прощаюсь. До свидания. В уютном и теплом шатре цирка «Золотой дракон» яблоку негде упасть. Еще бы! Целый год чебоксарцы с нетерпением ждали гастролей новосибирского цирка. В этот раз артисты привезли одну из своих самых ярких программ под названием «Эволюция хищников». На арене четвероногие артисты – хищники на любой вкус. Большое количество дрессированных животных – это то, чем новосибирский цирк «Золотой дракон» отличается от других передвижных шапито. Гигантские собаки-акробаты, бенгальские кошки, орангутан, макаки на ламах, мини-пони и, конечно же, персидские леопарды и африканские пантеры. Всего на арене появится более 60 братьев наших меньших. К слову, в антракте все желающие смогут сфотографироваться с экзотическими животными. Кроме четвероногих артистов, зритель увидит практически все цирковые жанры. «Фокусы», акробатические номера и, конечно же, не обойдется без любимых клоунов. Миниатюры смешного и обаятельного клоуна «Акула» порадуют и детей, и взрослых. К тому же у новосибирского цирка, который, кстати, входит в пятерку лучших цирков России, есть и другие изюминки. «Качеством программы, холеностью животных, то есть как бы все животные ухоженные, в программе работают только профессионалы. Даже не то, что неправильно профессионалы, фанаты работают. Те, кто цирку отдали не только свою жизнь в плане работы, а в плане как и семья здесь. Мы здесь все практически с семьями». Артистам цирка «Золотой дракон» рукоплескали в Париже, Монте-Карло и Риме. И, судя по реакции чебоксарских зрителей, виденным они также остались очень довольны. «Ну, очень было интересно смотреть на девушку, как она фокусы все делала вот эти. Потом очень было интересно смотреть на клоуну, который по канату ходил. Вот, молодец тоже. Вот, и тигры тоже интересно. Все интересно». «Циры к нам приезжают не так часто, поэтому мне очень захотелось сюда прийти. Особенно посмотреть на тигров. Я никогда их не видел. Всем советую прийти в цирк «Золотой дракон». «Мне безумно понравился цирк. Мы этот билет выиграли буквально случайно. Мы второй год уже посещаем «Золотой дракон». Больше всего нам привлекает это клоун-акула». «Цирк понравился лучше всех». «Ура!» «Цирк «Золотой дракон» пробудет в Чебоксарах до 9 апреля. Расположился он в самом центре города, на нижней парковке у торгового центра «Мегамол». Галина Титарчук, Игорь Зверев, Республика. Ура! «Доторга повать в Чебоксарах до 10 дикладки у торгового центра!»